Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня я покажу вам довольно интересный гаджет. Это у нас музыкальный горшок, или точнее музыкальная ваза, или как ее правильно назвать, без понятия. Короче, это как и блютуз колонка, так же и ваза для растений. Но прикол в том, что если вы поставите сюда растения, при прикосновении на листочке они будут играть музыку. Точнее, сама ваза будет воспроизводить музыку от прикосновения к растениям. Называется это все дело у нас Music Pods. Снизу написаны, ну точнее нарисованы все рассветки, которые она умеет показывать. Естественно, ее возможности. Можно посадить реальное растение. Есть блютуз, есть ночник, есть... Музыка играет объемная, 360 градусов, долго работает батарея и также имеет свой бас. Кстати, по басу скажу, что да, реально, он здесь такой объемный. Реально, даже если сравнивать с средними колонками по цене, то я был уделен, что эта ваза вообще умеет... Ну, способна на такие возможности. Диаметр динамика 50 мм, мощность 5 Вт, 10 метров дистанция блютуз подключения, 1800 мАч батарея. Заряжается батарея 5 В, 500 мАч подается, 4 часа зарядки и в 12 часов проигрывания. Весит сама ваза 400 грамм. Давайте сразу приступим к распаковке, посмотрим, что она из себя представляет. Естественно, посадим сегодня и еще и цветы. Так, инструкцию доставать не буду, уже все сказали по характеристикам. Вот так выглядит данная ваза. Кстати, она очень обалденная по качеству сборки. Довольно такая увесистая, хотя 400 грамм кажется, что реально больше весит. Всего три кнопки, точнее две кнопки и один у нас разъем. Здесь вот прорезиненные кнопки. Один разъем это, чтобы заряжать саму вазу, как говорится. Зарядили и все, и можно наслаждаться музыкой. Снизу у нас сам динамик расположен и также водоотток или водоотвод. Потому что вы когда сюда садитесь растения, естественно, будет и земля. Землю надо поливать, чтобы растение впитывало воду. А все излишки будут уходить через отверстие внизу. Поэтому надо будет еще придумать сюда какое-то блюдце, чтобы вода просто на подоконник не стекала. Но по качеству сборки, конечно, претензий нет. Все такое, знаете, монолитное, красивое, глянцевое. Так, давайте сразу пройдемся по интерфейсу. У нас две кнопки. Это включить и моды. И также включить музыку или выключить. Или переключить трек самой встроенной музыки в самой колонке. И также подсветку. Хорошее приветствие. Ну и смотрим по модам. Что у нас здесь? Нажимаем один раз. Включается Bluetooth Mode. Чтобы включить свой телефон и прослушивать музыку. Следующий у нас идет уже стандартный. И как это все работает? Видите этот штырек? Это у нас датчик на самом деле. Который срабатывает от любого проникновения, наверное, в прикосновение. Как-то так, ребят. И также можно переключить моды. Это нам вначале показывает, какая будет мелодия. И после этого вы уже по листикам начинаете бить. И играете музыку. Довольно приятная подсветка. Так, неинтересная мелодия. Немного надо наловчиться. Играть. Это как на телефоне такая игра. Игра есть пиано. Пианино. Вот что-то абсолютно похожее. Также надо успевать дотрагиваться и попадать в ноты. Как говорится. И также... Но она громкая. Очень громкая. Сейчас мы подключим телефон и посмотрим, как она играет. О, подключился. Ого. Так. Ну и включаем какую-нибудь песенку. Я не знаю. Какую-нибудь что-нибудь... Ну она... Слышно, что объемный звук такой. Уже в начале. Ну довольно объемный звук, хорошая и громкая колонка. Но это уже большой плюс. Так как можно слушать не обязательно чисто одну колонку. А еще и будет приносить данная колонка какую-то пользу вашему маленькому декоративному растению. Ну что, теперь переходим к испытаниям. Попробуем посадить какой-нибудь один кустик. Хотя, как показано здесь в инструкции, лучше садить сразу парами. Много-много-много, чтобы именно корни были... Больше корней было в самой земле и земля была влажной. Чтобы датчик мог отреагировать при прикосновении, например, на каждый листик. Потому что, скорее всего, если будет один всего лишь ствол, то это будет не очень интересно. Ну ладно, сейчас проверим, посмотрим, что у нас получится. Ну что, посадили мы дерево. И что здесь у нас получается на деле? На деле дотрагиваемся до ствола. И оно играет. Но, как показано на картинке, естественно, надо садить короткие листья. Точнее, маленькие такие растения. Как здесь видите, показано много-много маленьких. А у меня получается одно большое такое дерево. И которое надо вот именно вот возле ствола трогать, чтобы срабатывал датчик влажности. Но довольно интересно. Протешная игрушка. Но даже я заметил такой вот нюанс. Даже если у вас будет стоять данный цветок на подоконнике с открытым окном и будет какой-то слабый ветерок, то динамик будет срабатывать в любом случае, потому что будет деревце колыхаться. И будет срабатывать, естественно, мелодия. Но чтобы она срабатывала, надо садить коротенькие деревья. Точнее, деревья, растения коротенькие. И тогда будет больше эффекта. Здесь вот буквально чуть-чуть я прикасаюсь. Видите? Буквально. Даже не надо его сотрясать. Минимальное прикосновение. Давайте я покажу поближе. Теперь осталось только разобрать и посмотреть, что у нас внутри. Что внутри китайских товаров, как всегда. Ну вот, по сути, динамик довольно громоздкий. Как в описании написано, 5 сантиметров диаметр. Плата, скажу сразу, довольно качественно выполнена. Аккумулятор стоит 1850 емкостью, 1800 мАч. Но точно сказать не смогу, сколько у него емкость, потому что не видно информации. Ну, точнее, можно разобрать, если открутить плату, достать ее и достанется аккумулятор. Также вижу Bluetooth-антенну. В принципе, довольно большая. Что можно сказать, две кнопки. И micro USB для зарядки. Динамик также можно отключить и подключить к какой-нибудь другой. Как бы это все не запаяно, в принципе, все отлично работает. Насколько я знаю, это датчик влажности. Почему он именно воспроизводит музыку, это для меня загадка. Не знаю, китайские инженеры здесь намудрили. А, кстати, вот и аккумулятор. В принципе, достается, да. Он не запаян. Припаяны сами провода питания. Кстати, уже давно играет. Я здесь уже ее мучаю, наверное, часа два. Поэтому, скорее всего, она проиграет достаточно долго. Возможно, 12 часов не проиграет. Но часов в 5-6 точно будет играть. Как Bluetooth-динамик, я имею в виду. А как растение, да, вот в таком режиме, типа, дотрагивание. То, скорее всего, проработает все 12. А может, даже и больше. Все. Если видео понравилось, то не забываем поддержать меня лайками. Поставить на видео лайк, конечно же. Делиться данным видосом. Возможно, вашим подругам, мамам, бабушкам. Это будет очень интересный горшок. Музыкальный горшок. Или магический горшок, как его еще назвать. Такое состояние, будто здесь я не знаю, что было. Ну ладно, проехали. Вот так, ребят. Все. Ссылка на проверенного продавца будет под видео в описании. Горшок я советую к покупке. Как по мне, качество сборки вообще компонентов довольно высокое. Поэтому покупать стоит. Довольно веселый, интересный гаджет. Два в одном. И горшок, и музыкальная колонка. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok